Новый аэропорт Стамбула. Это авиационный центр Европы будущего. Его открытие – главное авиационное событие в этом году. Мега-хаб, который расширяет возможности уже сегодня и закладывает прочный фундамент для роста авиаперевозок на ближайшие десятилетия. Он поражает своими масштабами. Новый аэропорт Стамбула в цифрах. Это самый большой аэропорт в мире под одной крышей. Площадь – 1 миллион 300 тысяч квадратных метров. 52 тысячи квадратных метров магазинов Дьютифри. 22 тысячи квадратных метров площадь бизнес-лаунжей. 500 стоек регистрации в одном огромном зале, объединенных на 13 островках регистрации. 228 кабинок паспортного контроля. 143 телетрапа. 80% именно столько рейсов будет обслуживаться через телетрапы. 500 парковочных мест для самолетов суммарно. 90 миллионов пассажиров в год. Мощность первой очереди. 200 миллионов пассажиров в год. Суммарная мощность. 3 параллельных взлетно-посадочных полосы к моменту открытия. 6 взлетно-посадочных полос к 2025 году. 460 комнат в отеле аэропорта. Инвестиции в проект составили 10,2 миллиарда долларов. За первые 25 лет эксплуатации он принесет прибыль в размере 22,2 миллиарда долларов. К терминалам подведены 143 пассажирских рукава. Рейсы по 350 направлениям. Безопасность будут обеспечивать 3500 охранников и 6000 камер наблюдения. Гавань сможет одновременно принимать 114 самолетов. Багажная система длиной 42 километра, способная обрабатывать 28,9 тысяч единиц багажа в час. 77 выходов на посадку. 114 киосков самостоятельной регистрации. 51 киоск для самостоятельной сдачи багажа. Самый большой аэропорт в мире заработал в обычном режиме в апреле 2019 года. Для передачи эстафеты от Стамбульского аэропорта имени Ататюрка новой воздушной гавани. Турецкой авиакомпании Turkish Airlines понадобилось двое суток. Сообщает, это уникальная в истории мировой авиации процедура длилась 45 часов. В ней приняли участие 800 человек. Для того, чтобы перевести 47 тысяч тонн всевозможного груза и оборудования, понадобилось 700 грузовых автомобилей. Самый большой аэропорт мира, построенный в Турции, стал главным европейским авиацентром. Кстати, в испытании взлетной полосы был использован новый метод. Для проверки устойчивости почвы по ней одновременно проехали 1453 грузовика. В обслуживании аэропорта, напрямую задействованы 225 тысяч человек и еще полтора миллиона участвуют в его работе косвенно. Для парковки самолетов создано 311 парковочных мест. В будущем их число будет увеличено до 500 единиц. Созданы необходимые для поддержания жизнедеятельности аэропорта ангар, грузовой склад, наземные технические службы и 18 тысяч мест многоуровневых автопарковок. Для грузовых и почтовых служб выделено 1 миллион 400 тысяч квадратных метров площади, которая позволяет работать одновременно 35 грузовым самолетом. Они обеспечат перемещение 5,5 миллиона тонн грузов в год более чем в 350 пунктов назначения по всему миру. Общая площадь этой грандиозной постройки составляет 76,5 миллионов квадратных метров. Расположен новый аэропорт в 35 километрах от Стамбула. Для доставки пассажиров организовано автобусное сообщение. В 2020 году закончится строительство новой линии метро. Вокруг аэропорта организованы громадные парковочные площади вместимостью до 40 тысяч машин. Половина этих мест – крытые. Архитектура нового аэропорта отражает богатое культурное наследие турецкой столицы. Сразу после приземления бросается в глаза высокая башня диспетчерского центра, выполненная в форме тюльпана. Проект, который получил главную международную архитектурную премию в 2016 году. Во внутреннем убранстве здания использованы восточные мотивы. Потолок аэровокзала украшают 313 куполов, напоминающих своды мечети. В аэропорту установлено более 20 тысяч кресел для пассажиров в залах ожидания. К 2023 году аэропорт станет не только самым большим, но и самым продвинутым в технологическом плане. В нем будет установлено около 3000 экранов и мониторов. Внедрены передовые технологии, включающие автоматическую систему принятия решений, смарт-киоски, автоматические системы управления очередью, стойки самостоятельной сдачи багажа, автоматические турникеты на выходах на посадку и прочие современные устройства. Новый великан относится к разряду тихих аэропортов. В нем отсутствуют голосовые сообщения о посадке или регистрации на рейс. Громкая связь может быть включена для оповещения внештатных ситуаций. Для пассажиров, прибывающих из стран Евросоюза и некоторых других государств, в новом аэропорту исключен контроль безопасности при пересадке на другие рейсы. Дальнейшие этапы предусматривают возведение еще двух терминалов и трех взлетно-посадочных полос, что позволит поднять пропускную способность новых воздушных ворот Стамбула до 200 миллионов пассажиров в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова